Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале прогулки на Пензе. И сегодня я приглашаю вас погулять по метро в очередной раз. Недавно была в лесу и увидела, что первая зелень только пробивается, а хочется уже видеть яркие краски, цветущие цветы. И где бы это увидеть? Ну, конечно, в метро. Я приглашаю вас на метро Новослободское. Именно здесь цветут необыкновенно дивные цветы. Само название Новослободское станция метро получила от когда-то стоявшей на этом месте в начале улицы Новослободская. Такое название было у улицы в 17 веке. Эта станция очень похожа на станцию Добрынинская, с такими же арками. Но ниши между арками заняты не картинами, а великолепными панно. Вот эти панно мы будем с вами сейчас рассматривать. Видите, какие яркие цветы. Изнутри идет подсветка, и поэтому все эти цветы как бы сияют. Они точно распустились только что. Это не мозаика, а витражи. Когда-то стекла для этих витражей были привезены в Москву из Латвии, а там эти стекла находились в костеле. Так как у нас техники по изготовления витражей не было. Поэтому эти стекла были привезены, установлены именно здесь. Первоначальное освещение было не таким ярким, как в настоящее время. Это создавало иллюзию. Точно вы попадаете внутрь горы, где хозяйствует героиня Бажова, хозяйка Медной горы. Напомню вам, что главный герой Данила высекал хозяйке Медной горы необыкновенный цветок, который был бы похож на живой. Художник, который оформлял и создал всю эту красоту, Павел Дмитриевич Корин, долго изучал в библиотеке рисунки. И вот эти чудесные рисунки были созданы им по мотивам древних рисунков на одежде священников. А мы с вами теперь идем рассматривать эти великолепные феерические, я бы сказала, цветущие букеты. Ну, больше всего мне вот это нравится ваза, с такими разными, разными цветами, одновременно и цветущие цветы, да, видите? И бутоны. Необыкновенно. Давайте подойдем поближе. Греческая ваза. И вот такое чудо. Необыкновенно яркие краски. Вот такие два голубка здесь. Ну, посмотрите, какое буйство красок. Ну, чем не дворец хозяйки Медной горы, правда же? Верх витражей занимают медальоны. Но медальоны есть не у каждого витража. Их здесь несколько, шесть или семь, не помню. Мы сейчас их внимательно рассмотрим поближе. А вот еще поближе подойдем. Так, вот я насчитала уже три изображения. Идем дальше, посмотрим. Вот это четвертое изображение. Пятое изображение. И шестое. Всего в этом зале шесть изображений. Вот я увидела. На посадочных платформах тоже эта красота. Вазы на всех изображениях разные. И цветы тоже разные. Здесь в виде тюльпанов. По-по-по-по-по-по-по-по-по. Где-то, вставьте лайки. Где-то, вставьте лайки. Это может быть тоже. И вот. Где-то есть. И вот. И вот. И вот. Сами витражи украшены своеобразными рамами. И на рамах тоже есть рисунок. Это вазы, античные, цветами. Изображение фруктов, растений. Особо нужно отметить светильники на этой станции, которые тоже оригинальные. И сочетаются в цветовой гамме золотистой со всем украшением зала. Яркая, необыкновенная станция считается самой красивой во всем метрополитене. Очень часто платформа не отличается особым оформлением. Но не эта станция. Посмотрите, какая красота. Необычные светильники, необычные панно. Ну и осталось сказать, что такая красивая станция, наверное, не могла остаться в стороне от кинофильмов. Многие киносюжеты были сняты именно здесь. Самый знаменитый «Москва слезам не верит». Теперь подойдем к торцу. В конце зала мы видим перед собой изображение матери и ребенка. Ребенок протягивает руки к голубям, которые летят к нему вверху. Когда-то на месте этих голубей было изображение Сталина. Вот такое панно украшает этот зал. Вот такая самая красивая, самая яркая, самая цветущая круглый год станция. Когда вам будет скучно или грустно, приезжайте сюда. Эти замечательно яркие витражи обязательно повысят вам настроение. Мы сейчас выйдем на улицу Новослободскую. По нашей традиции отправимся куда-нибудь рядышком с метро пообедать. Мы вышли в вестибюль. Это как раз такая полукруглая сфера в вестибюле, украшенная цветами. Арка полукруглая для перехода уже на станцию. И вот такое украшение на потолке. Выходим на улицу. Вот такой вид. Выходим на станцию с улицы. Точно мы время оказались с вами, правда? Да, правда. Ну вот я вижу рядом с метро китайский ресторанчик. Давайте заглянем туда. Вот так он выглядит. Украшен фонариками китайскими традиционно. Даже какие-то изображения у двери. Попробуем зайти. Вот так выглядит этот ресторанчик. Фазы китайские. Подойдем посмотрим. Тоже рыбки есть. Швы. Такой уютный очень ресторанчик. Мне очень понравилось. Друзьями сюда очень хорошего приходить. Давайте посмотрим, что мне принесли. Я заказала туфу жареный. Вот такие кусочки. В остром соусе. И буду пить шасминовый чай. Чай у меня налит. Туфу я тоже уже попробовала. Да, островатый. Много перца. Но очень вкусно. Так что пожелайте мне приятного аппетита. А мы с вами вернулись снова в метро. И наша маленькая прогулка на этом заканчивается. Мы желаем всем здоровья, благополучия. И гуляйте. Гуляйте на пенсии. Спасибо.